всем привет как-то я вам обещала снять наши туманы в моей местности и вот смотрите туманное молоко вот 10 августа вот такие туманы уже моей местности как это влияет на виноград ну будем смотреть будем наблюдать пока вроде все держится ягодки созревают ну есть прихватывает листики но лозы чистые а вот туманы да туманы у нас вот такие почему у нас такие туманы потому что место где нам выделили для строительства района когда-то было болото это болото высушивали на нем работали сельхозхозяйственная техника садила все ну вот спустя годы решили это поле как я говорю выделить под строительство ну а сырость она никуда не ушла хотя у нас пески на самом деле плюс еще привозные пески то есть у меня например в огороде еще примерно где-то 60 сантиметров сверху песка то есть это не плодородная почва это просто пески серые пески вот и и они требуют полива они требуют удобрения но туманы они никуда не делись они вот такие то есть видите что уже следующую улицу не видно и вот улицу не видно пару домов и уже ничего не видно сейчас посмотрим как выглядит мой виноградник а вот так выглядит мой виноградник вроде бы туманы тоже есть да она видно немножко ну снизу уже туманы не так видно но все равно видно туман и туман и туман и пока вроде и листики все хорошо лозы чистые помогала обрабатывала калием да туманы видно на винограде туманниками видно ну вроде бы я так не вижу чтобы лозы сами прихватывали на листики трошки такие уже некрасивые мыло чистый созревает вроде бы все чистенько все хорошо ну пока мне туманы не вредят на лозы ничего не нападает будем помогать созревать вот велис мой созревает но туманы уже есть до туман и у меня уже есть вот какая жирная лоза а вот так видно вообще видите так что местность у нас до местность у нас такая странная но все равно мы будем пробовать учиться выращивать виноград даже с нашими туманами но пока всем до встречи